Крымская микроволновая конференция Специалисты в области техники сверхвысоких частот, специалисты в области телекоммуникации и обмениваются наработками, сделанными в последнее время. В этом году на нашу конференцию мы перепрыгнули прошлый год. В прошлом году, в трудный год, приехало порядка 270 участников. В этом году в работе конференции приняло 300 человек, приехавших из ближнего, дальнего зарубежья, из 15 стран, из Кореи, из Белоруссии мы дружим, Узбекистана, Казахстана, из Японии представитель и так далее. Поэтому мы гордимся представительством, что даже в период санкций мы можем показать уровень своих разработок. Прочитано более 400 докладов, выделено 10 грантов молодым ученым до 35 лет, которые получат денежные гранты. Все остальные участники будут, кто прочитал лучшие доклады, будут награждены дипломами. Очень много интересного было сделано в области авиационной техники, в области проектирования без экипажных судов. То, что сейчас разработки, которыми занимается наш университет в рамках проекта «Пионер-М», и очень много разработок для импортозамещения. Это одна из главных задач, которую мы решаем в рамках этой конференции. И по проектированию микросхем отечественных, чтобы заменить импортную базу. Все эти новинки прозвучали и отражены в материалах конференции. И через неделю будут изданы 13 томов этой конференции. Кроме того, она будет проиндексирована в мировой базе данных, которая называется «Скопус». Многие ученые знают это. С кафедры радиоэлектроники преподавателями нашей кафедры сделано 26 докладов. Я считаю, это тоже рекорд для нашей кафедры. Практическая часть – это главная составляющая, которая сейчас необходима для жизни. Сейчас фундаментальная наука, она мощная, сильная, она нужна. Но сейчас без практической части разработки практически не очень интересны, потому что надо все внедрять в производство. Три четвертых доклада, ну то есть 75%, они все обязательно с практической частью. Редактор субтитров А.Семкин